Отрак Вячеслав, пророчество о грядущем царе, мировом правителе после 2024 года и многое другое, предсказание о Путине. Здравствуйте, уважаемые зрители! В сегодняшнем нашем выпуске пророчество Отрака Вячеслава об Антихристе в последних временах царе. Из книги Крашенинниковой, матери Отрака Вячеслава, посланы Богом. Для начала об уже исполнившихся пророчествах о власти. Когда у власти был еще Михаил Сергеевич Горбачев, помню, как старшие классники всем классам пришли спросить у Славочки, что грозит нашей России, какая власть будет и станет лучше. Он им сказал, что Михаила Сергеевича у власти скоро не будет, а Раиса Максимовна сильно заболеет, и у нее перед смертью будет не все в порядке с головой, взято в кавычки. Слава сказал, что ее не спасут, и она умрет. Потом, Славочка сказал, будет другой правитель, и это будет Ельцин. Но Ельцин потом тоже сильно заболеет, и уже не сможет править страной, и поэтому его снимут. А потом, Славочка сказал, будет правитель, которого никто не знает, и который не будет принадлежать никакой партии. Больше Вячеслав ничего не сказал об этом правителе. Он только сказал, что после него все закружится, и смена власти, и все события в стране будут происходить очень быстро. Комментарий. Правитель, которого никто не знает, это, само собой, Владимир Владимирович Путин. Теперь о том, что будет. Славочка сказал, что в России, перед приходом мирового правителя, Антихриста, наступит очень тяжелое время, хуже, чем при Сталине. Он сказал, что кругом будет стоять прослушка, информация будет собираться сама по себе. Все будет прослушиваться, и обо всем будет известно. Вячеслав сказал, что даже на улицах будет стоять прослушка. По его словам, из-за прослушки люди не только в домах будут бояться разговаривать, даже на улицах все будут разговаривать шепотом. И несмотря на эти предосторожности, все равно, все разговоры людей будут прослушиваться и фиксироваться. Будет абсолютная прослушка всего. Славочка сказал, что микросхемы для прослушки будут ставить и насекомым, и собакам, и людям. Мы помним, что хохотали, когда он все это нам рассказывал. Он говорил, что и червячки будут всякие ползать с прослушкой, и комары будут летать и собирать информацию. Червячка, говорит, вот так разломят и поставят туда микросхему. Когда Вячеслав нам все это рассказывал, мы шутили над ним и смеялись. И он тоже с нами смеялся. Тогда нам было смешно, а сейчас уже становится не до смеха. Потому что все это начинает воочию сбываться. Славочка очень подробно мне рассказывал про эти микросхемы с прослушкой. Я просто многого уже не помню. Но вся эта система, по словам отрока, будет работать против человека. Особенно против христиан. Будет полный контроль над душой и телом. Все будет прослушиваться, и все будет фиксироваться. Как я поняла Славочку, в России будет самое настоящее полицейское государство, которое с помощью прослушки и вооруженных бригад будет подавлять любое сопротивление народа. Власть будет антихристианская, и христиане в этот период будут очень гонимы. Славочка сказал, что в первую очередь антихристианская власть обратит внимание на верное Богу духовенство. На священников и на монахов. Славочка сказала, что их будут просто брать и убивать. Многих священников, не согласных с этой властью, будут вешать прямо в храмах. Верное Богу духовенство, по словам отрока, пострадает в первую очередь. Как Славочка сказал, что при Сталине с людьми еще как-то разговаривали и что-то объясняли. А здесь всех несогласных, в кавычках, будут просто брать и убивать. И простых верующих тоже будут убивать. Но Славочка сказал, что в первую очередь обратят внимание на верное Богу духовенство. Вячеслава сказал, что когда наступит гонение на христиан, то на всех больших дорогах будут патрулировать полицейские. И нужно будет держаться подальше от этих дорог, потому что христиан будут искать. Слава сказал, что христиане сами будут вынуждены прятаться и что-то предпринимать, чтобы выжить. Славочка сказал, что верующим нужно уходить на землю, потому что будет очень сильный зной, дождей не будет, станет уходить вода и начнется голод. Живя на земле, еще что-то можно будет как-то выжить. В это тяжелое голодное время Господь позволит тем, кто не предал Бога, хоть что-то вырастить на огороде. Славочка сказал, своих Бог убережет. Голод будет сильный, но те христиане, которые не примут микросхему, они выживут и ни один из них не умрет от голода. Слава рассказал мне, что гонимые христиане будут жить небольшими поселениями. Вначале, говорит, они потерпят тяготы и лишения, а потом они будут жить свободно, потому что их Бог будет закрывать, и они будут невидимы для полицейских. Славочка сказал, что полицейское государство в России, такая же система будет и во всем мире, станет вживлять людям микросхемы под кожей. Слава не говорит слово «чип», потому что в то время еще не было этого слова. Он говорил «микросхемы». Славочка сказал, еще в советское время, «Мамочка, тайная от родителей, в некоторых московских роддомах детям ставят микросхемы под кожу, и родители даже не знают, отчего такой умный ребенок у них родился». Слава сказал, что эти дети с микросхемами будут очень умными, и многие из них впоследствии станут банкирами и молодыми правителями. Но они так и не знают, что они такие умные из-за этой микросхемы. Славочка говорил мне, в какое место людям будут ставить микросхему. Уже тогда все это тайно разрабатывали и испытывали на детях. А скоро, по словам Отрока, эти чипы микросхем начнут сначала добровольно, а потом насильно вживлять всем людям. Славочка сказал, что вначале люди будут добровольно соглашаться на принятие микросхемы, и даже будут просить об этом. А потом, сказал Отрока, ее начнут ставить принудительно. Слава сказал, что от этой микросхемы будет идти сигнал, и поэтому тех людей, от которых этот сигнал не идет, их будут ловить и насильно ставить им микросхему. Слава сказал, что в полицейском государстве армия и милиция будет в одном лице, и для того, чтобы все контролировать, они будут насильно ставить людям микросхемы. Никакого выбора людям вообще не дадут, и поэтому верующие должны будут скрываться и жить в тайных поселениях, подальше от городов и магистральных трасс. Вот так Отрок рассказал о том, что сегодня мы бы назвали чипированием людей. Я помню еще спросила его, Славочка, какие микросхемы будут ставить людям? Зачем? А он мне так описал эту микросхему. Мамочка, это будет такая маленькая-маленькая микросхемочка. И еще он привел мне пример того, как изменится поведение тех людей, которые примут микросхему. Слава сравнил этих зачипированных людей с куклами. Он сказал, Мамочка, есть такие куколки, от этих куколок много-много ниточек идет, и за какую ниточку дьявол дернет, то куколка и делать будет. То есть, зачипированные люди будут игрушкой в руках дьявола. Что дьявол захочет, то они и будут делать. Будет полный контроль над душой и телом этих людей. Они станут как зомби. Чтобы было легче управлять людьми, их будут таким вот образом чипировать и превращать в зомби. Отрак так и сказал. Они станут как зомби. Славочка сказал, что когда на земле во царице последний мировой правитель, так Славочка назвал антихристом, то он объявит себя Богом. В этого правителя, по словам Отрака, войдет сатана, и он будет обладать таким жутким гипнозом, что люди разных религий будут видеть в нем Бога. Христиане начнут видеть в нем Иисуса Христа. Мусульмане будут видеть в нем Магомета, а буддисты увидят в нем Будду. Но Слава сказал, что буддисты все же засомневаются и подумают, что что-то здесь не так, потому что Будда вроде приходить не собирался. Славочка сказал. Мамочка, вокруг него будет столько бесов, бесы даже скрываться не будут, а люди будут на них смотреть и видеть ангелов в них. От мирового правителя, по словам Отрака, будет исходить очень сильный смрад. Славочка сказал. Мамочка, он так плохо пахнет, а люди этого запаха чувствовать не будут. Для людей он будет очень красивый, а на самом деле он очень страшный. Славочка изумлялся и говорил. Мамочка, какой он бессовестный, какой он страшный, лицо у него белое, как будто мукой присыпано, а глаза такие красные, и он так на меня злобно смотрит. А люди этого ничего видеть не будут. Они будут видеть в нем Бога. Причем каждый будет видеть своего. Вот таким жутким гипнозом будет обладать мировой правитель. Славочка так и сказал, что он будет обладать таким жутким гипнозом, что у всех людей появится очень сильное желание посмотреть на него, и люди будут сами к нему собираться и будут слушать его. Для людей он будет очень привлекательным. Слава сказал, он будет очень быстро, буквально за какие-то секунды. Даже в таком маленьком и провинциальном городишке, как Чебаркуль, по словам отрока, он будет два раза. Вот такая будет у него скорость. А прельщенные христиане только и будут говорить, Христос здесь, Христос там. Буквально, как написано об этом в Евангелии. Всем людям, по словам отрока, очень захочется на него посмотреть и напрямую задать ему вопросы. И они толпами будут его встречать и беседовать с ним. Мировой правитель будет очень привлекательным для людей, и люди будут испытывать почти непреодолимый соблазн поглядеть на него. Славочка сказала мне, мамочка, и ты захочешь на него посмотреть. Ты будешь в это время далеко от него, но тебе так сильно захочется побежать и посмотреть на него, что ты с трудом большим удержишься от этого. И ты не пойдешь на него смотреть. Славочка сказал, что смотреть на него нельзя, а те, кто пойдут смотреть, они пропали. Вот так мировой правитель будет притягивать и прельщать людей своим жутким гипнозом. Только очень немногие люди найдут в себе силы сопротивляться этому гипнозу и не пойдут посмотреть на него. Славочка сказал, что поначалу мировой правитель будет завлекать и обманывать людей ложными чудесами. По словам отрока, мировой правитель сможет это делать только в первое время, используя те запасы, которые остались от Бога на земле. Он будет использовать эти запасы в своих целях и станет делать чудеса, в кавычках, чтобы прелестить одураченных людей. Я помню, как улыбался Славочка, когда рассказывал мне об этом. Он сказал, мамочка, вот они поставят вагон, откроют все двери, чтобы люди увидели, что он пустой. Поставят туда банку сгущенки и снова закроют двери. Потом они снова откроют все двери и люди уже увидят целый вагон сгущенки. И эта сгущенка будет реальная, ее можно будет брать. Демонам будет нетрудно насыскать вагон сгущенки за одну секунду, а прельщенные люди поверят в то, что это чудо. Особенно молодежь, по словам отрока, на эти фокусы польстится. Вот такие люди будут в то время, зомбированные и пустоголовые. И то же самое они будут проделывать со всеми остальными вещами и продуктами. Будут их ставить и потом у них будет вагон всего этого. Вот такие фокусы будет делать мировой правитель в начале. А потом, сказал Славочка, все это закончится и у них ничего не будет. Есть и пить будет нечего и фокусы будет делать не на чем. И наступит страшный голод. Но сначала у мирового правителя будет изобилие и всем будет сытно и весело. Славочка сказал, что будут и другие чудеса, в кавычках, которые мировой правитель будет совершать с помощью сильнейшего гипноза. Например, он будет как бы передвигать, в кавычках, гору. Он скажет горе, стань туда-то. И людям будет действительно казаться, что гора к ним переместилась. И они будут подходить и трогать эту гору. Будут хлопать по ней и даже полезут на нее. И им будет действительно казаться, что это камень. Они будут видеть и осязать эту гору совершенно реально. А на самом деле, по словам отрока, все это будет ложь и никакой горы не будет. Просто люди будут находиться под сильнейшим гипнозом и будут видеть и чувствовать то, чего на самом деле нет. А вот огонь с неба мировой правитель будет показывать реально. И Славочка объяснил, что бесы очень легко покажут в небе настоящий огонь. Потому что в верхних слоях атмосферы по вине человека накопилось очень много горючих и взрывоопасных химических отходов. И поэтому для мирового правителя не будет проблемой воспламенить все это и показать настоящий огонь с неба в кавычках на всеобщее удивление. Славочка сказала, что мировой правитель разрешит все пороки и всех развратит вседозволенностью. Он будет говорить людям, что Богу, мол, не нужно, чтобы люди сдерживали себя, что все создано как раз для того, чтобы всем этим наслаждаться. А дураченные люди будут возмущаться тем, что их якобы неправильно учила святая церковь. Они примут лжеучения мирового правителя о том, что Богу не нужны были посты, воздержания и благочестивая жизнь. И все начнут наслаждаться пороками. Без стыдства при антихристе превзойдет все границы. Славочка за сердце держался, когда говорил о том, до какого падения дадут женщинам. Он говорил, «Мамочка, какие бессовестные тетеньки, какие они развратные, и одежда на них никакая, что они себе позволяют?» Славу особенно поражала раздетость женщин. Он сказал, что они почти раздетые будут. Женщины потеряют всякий стыд. Они станут предаваться распусту и будут гордиться этим. Когда Славочка мне об этом рассказывал, то он даже с иронией изображал поведение и слова этих женщин. «Ах, ах, мамочка, я же этого достойна! Ах, ах!» Слава сказал, что у них все будет с выгодой. Одна выгода будет на уме у этих женщин. Его очень это поражало, и он очень печалился, когда видел, до какого крайнего бесстыдства дадут женщины при антихристе. «Беснование при антихристе станет открытым и всеобщим». Слава сказал, «Мамочка, вот смотри, поставят столы. На этих столах будет и водка, и закуска. Мужчины будут упиваться этой водкой и объедаться, а прислуживать им будут бесы». И Славочка сказал, что такая вседозволенность при антихристе будет на всей планете. Далее читаем, «Отрак Вячеслав о грядущем царе». Славочка сказал, что у последних христиан есть надежда, потому что по воле Бога появится в России последний правитель. Слава был очень интеллигентным, очень тонко чувствующим мальчиком, и я помню, как он ласково и нежно своим чистым детским голосочком рассказывал мне об этом последнем правителе в России. Славочка мне много о нем рассказывал. Сейчас я уже понимаю, что на самом деле Славочка рассказывала мне о последнем православном царе, но тогда я этого не понимала, да и не могла понять. Мы тогда жили при социализме, и слово «царь» я бы, конечно, не восприняла. Какой царь, когда на дворе социализм? И поэтому Славочка не назвал его словом «царь». Он сказал, по воле Бога появится в России последний правитель. Славочка сказал, что его увидят по телевидению, и он по телевидению расскажет народу всю правду, что делали с Россией во все времена. Слава сказал, что этот последний правитель будет один-единственный человек, который расскажет народу всю правду о том, что делали с Россией на протяжении всей ее истории и особенно последних веков. Эта правда настолько удивит людей, что, по словам Славочки, весь народ аж проснется, аж воспрянет по-настоящему от этого. Услышав правду, наш народ проснется. Особенно удивит, разгневает народ правда о том, что делали с Россией во времена Горбачева и Ельцина. И народ, по словам отрока, будет готов растерзать этих двух правителей. Славочка сказал, что последний правитель будет наделен от Бога такими дарами, что его невозможно будет обмануть. Слава сказал, что он на сто процентов в государственных делах будет управляем Богом и его обмануть и обхитрить будет невозможно. Он будет знать всех и обо всем. Тех христиан, которые не предали Бога, он будет собирать к себе. Я не спросил Славочку о том, каким образом он будет собирать к себе всех христиан, но Славочка сказал, он соберет к себе всех христиан, которые не предали Бога. Это будет правитель для этих людей. Он со всей России отовсюду всех соберет к себе. Слава сказал, что когда этот правитель примет власть, то первым делом он почистит правительство и наряду с этим он почистит церковь от тех людей, которые предавали Бога. Будет большая чистка. Славочка сказал, что этот правитель будет обладать такой силой воли, что в некоторых случаях, когда ему это будет нужно делать, он даже будет проявлять крайнюю суровость. Просто обстановка будет так складываться, что ему не будет выбора. Поэтому он будет очень решительным и суровым царем. Ему как человеку будет очень тяжело и он будет очень сильно переживать, но он будет вынужден применять суровые меры, потому что он должен выполнить волю Бога. Славочка сказал, что Бог будет руководить им во всем, и он будет безошибочно выполнять все повеления Бога, и поэтому сказал отрок, он наведет порядок. Время правления этого последнего в России правителя, по словам Славочки, совпадет со временем всемирного воцарения Антихриста. То есть, последний православный царь будет дан России как бы противовес Антихристу. Еще отрок сказал, что мировой правитель внезапно придет к власти, и последний православный правитель в России тоже придет внезапно. Так что, по словам отроков, они будут править почти в одно и то же время. А время наступит очень тяжелое. На небе начнутся всякие знамения, и по всей Земле будут приземляться НЛО, в которых бесы, под видом инопланетян, начнут массово зомбировать людей. И люди добровольно пойдут к ним. Слава сказал, мамочка, они пойдут в основном за исцелением, в кавычках. Бесы поставят им как бы такие кабинки, и люди пойдут в эти кабинки за здоровьем, а выходить оттуда будут уже зомби. Меня тогда эти слова так удивили, и я спросил, Славочка, как же так? Даже когда будет правитель, который расскажет народу всю правду, и люди все равно еще куда-то пойдут, еще каких-то инопланетян станут слушать, и это после того, как им будет сказана вся правда с таким горем и страданием, и после этого горя и ужаса, они пойдут еще кого-то слушать, думая, ничего себе, меня это поразило как человека, до какого же безумия могут дойти люди, очень многие оказывается ждут, не дождутся этих НЛО, и они побегут туда за исцелением в кавычках, и даже в очередь выстроятся к ним. Славочка сказал, что бесовские фокусы на небе и приземлившиеся НЛО настолько увлекут людей, что многие забудут про все, про Горбачева и про Ельцина, и про все, что им говорил православный правитель. Им уже будет не до правды, вот такое безумие начнет твориться. Славочка сказала, что последний правитель в России примет власть в очень тяжелое время. Страна будет практически разрушена, и ему достанется полная разруха. Славочка очень переживал за этого правителя, которому все это достанется. Во всем мире и в России будут происходить сильнейшие землетрясения и по причине обвала грунта поезда будут ходить не везде. Очень тяжело будет с передвижением на Урале, где, по словам отрока, останутся лишь небольшие фрагменты уцелевшей железной дороги. Потом поезда совсем перестанут ходить. Славочка сказал, что из этих поездов самыми последними отменят электрички. В стране не будет керосина, и поэтому самолеты и вся техника будут стоять. Начиная с Дальнего востока начнется постепенно отключение электроэнергии и самый последний отключат Москву. Нарушится связь, электроника работать не будет, и о катастрофах люди будут узнавать по цепочке друг от друга. Славочка очень переживал за этого последнего правителя, которому достанется разрушенная страна, в которой практически не будет ничего. и в такое тяжелое время вокруг этого правителя каким-то образом соберутся остатки тех людей, которые не приняли печати Антихриста и не предали Бога. Они, по словам Славочки, будут первыми в новом веке с царем Батюшкой. То есть, как я поняла Славочку, это будет святой правитель для последних христиан. После него, сказал Славочка, придет Господь. И как только Господь ступит на Красную площадь, по словам Отрока, макушка Кремля со звездой окончательно провалится. А последний правитель с остатками верующих встретит Господа. И, как я поняла, Отрока перейдет с ними в новый век. И поэтому, Славочка сказал, надежда у последних христиан есть. Далее читаем Отрок Вячеслав о противостоянии русского царя и мирового правителя. Славочка сказал, что перед приходом Господа на земле будет война, в которую сначала втянут все государства, а потом и Россию. Слава назвал эту войну последней, и эта война будет мировая. По словам Отрока, она произойдет во время правления мирового правителя антихриста и последнего правителя в России. Славочка сказал, что Россия какое-то время втягиваться в конфликт не будет и поживет нейтрально, а весь остальной мир будет между собой ругаться. Но потом в эту войну будет вынуждена вступить и Россия. И Славочка сказал, что в конечном итоге весь мир разделится. Одни встанут на сторону последнего правителя в России, как мы сейчас понимаем православного царя, а другие встанут на сторону мирового правителя антихриста. Славочка мне перечислял, какие государства встанут за русского правителя, но я не все их помню. Я помню, что с Россией будет Германия. Германия еще и ликовать будет, что Отрак там жил пять лет, почти пол жизни своей. Франция. Англичане будут жить уже на нашей территории, они само собой будут с Россией. Чехословакия присоединится, Сербия, Румыния и еще какая-то страна. Уже дальше я не помню. Про Америку Отрак не говорил, что она присоединится к России. Славочка сказал, что очень нехорошо поведет себя Украина. Он сказал, что когда России будет очень тяжело и нужна будет поддержка Украины, в самый трудный момент Украина предаст Россию. Дойдет до того, что правители Украины попробуют натравить свой народ, чтобы он прошел против России, но украинский народ не пойдет против России. Вот такое будет предательство. Славочка так и сказал, мамочка, правители Украины в самый трудный момент предадут Россию и предадут так некрасиво, что все остальные народы мира будут с опаской относиться к этой нации. Это засловный пересказ слов отрока. Но потом, когда русский правитель с войсками зайдет на Украину, она тоже присоединится к России. И Белоруссия присоединится. Все славянские народы по пути начнут присоединяться к России. Когда русский правитель пойдет выручать какой-то славянский народ, не то сербов, не то греков, по пути к русскому правителю будут все присоединяться. И если я правильно поняла Славочку, вся эта война пойдет в сторону Израиля, потому что он сказал, что последняя битва сил добра и зла будет в Израиле. Славочка сказала, что там люди аж глазами будут видеть, как будут сражаться вместе с людьми силы ангельские. Когда будет последняя битва, отрок сказал, что никто уже ни от кого скрываться не будет. Люди и демонов будут видеть, и ангелов будут видеть. И небесное ангельское воинство и земное воинство будут воевать против воинства мирового правителя. Это будет последнее сражение между людьми, которые за Бога и которые против Бога. Те, кто за Бога, их будет возглавлять русский правитель. А кто против Бога, они будут на стороне мирового правителя, антихриста. Поэтому Славочка и сказал, что это будет последняя битва сил добра и зла. В этой битве будут участвовать и ангелы, и демоны, и люди. Там все соберутся. Одни будут за Бога, а другие за дьявола. И Славочка сказал, что победят те, кто за Бога, а мировой правитель, то есть антихрист, будет побежден. В этой страшной последней войне, по словам отроков, люди применят все виды оружия, какое только есть на земле. И ядерное, и химическое, и бактериологическое. Славочка так и сказал, что применят все виды оружия, все, что есть у человека. Поэтому вернутся все болезни и чего только не будет. Я помню, как он плакал от того, что в этой последней войне будет гореть все, и земля, и небо. Славочка очень расстраивался из-за того, что люди сделают землю и небо. После этой войны земля будет страшная, разрушенная, на ней не останется ничего и живого. И на такую страшную, разрушенную, отравленную, темную землю придет Господь. И кто из этих людей уцелеет, тот встретит Господа и будет первым царем из Далее читаем о Владимире Путине. Что говорил о Владимире Путине отрок Вячеслав? А потом Славочка сказал будет правитель, которого никто не знает и который не будет принадлежать никакой партии. Больше Славочка ничего не сказал об этом правителе. Он только сказал, что после него все закружится и смена власти и все события в стране будут происходить очень быстро. Что говорил о Путине схиархи Мандрит Христофор Тульский? Батюшка говорил, что мир идет не к спасению, а к скорой своей погибели. Когда еще власти был Борис Ельцин, батюшка говорил, он ничего хорошего не сделал, но и церковь не трогает, а это главное. А после него будет молодой, тот вообще все запутает, все будет делаться хитро и лукаво, а потом начнется такое, что один Бог только разберется. Примечание от автора сайта. Если Путин шпион-разведчик от Бога, то он и нужен Богу, чтобы все запутать. Поэтому Бог его изначально и подготовил для такой роли в последние времена в нулевом цикле 2000-2024 года, к тому же программируя его через его же фамилию Путин отпутать. Фамилия это Говорящая, как например Говорящая Анаю Распутина, который видимо с Божьей помощью и смог бы распутать то, что запутал Путин. Но все же смысл фамилии Путина двояки. С одной стороны путать, с другой указать путь. Можно сказать, что за период 2000-2012 года Владимир Владимирович все запутал. А с 2012 года начал указывать путь, заговорив о духовных скрепах и начав способствовать возрождению подлинного прошлого истории Руси, на что ему отведены Богом такие же 12 лет 2012-2024. Что говорил о Путине и русском царе-старец Николай Гурьянов? Батюшка Николай, кто будет после Ельцина? Чего нам ждать? После будет военный. Скоро ли? Власть его будет погонная, но век его мал, да и он сам. Будут гонения на чернорисцев и церковь, власть будет как при коммунистах и полетбюро. А что дальше-то будет? А после будет царь православный. Примечания от автора сайта. Чтобы разобраться в сроках, нужно правильно понимать хотя бы библейское откровение, где образ 24-х старцев говорит о полном суточном цикле разных масштабов от 24-х часов до 24-х тысяч лет. Время Путина это и есть последние времена и условно говоря предантихристовой эпохи которая является последним нулевым циклом являющимся переходом из старой эпохи в новую поэтому бог и выбрал Путина в 2000 году продлив его время до 2024 года дабы застолбить и должна стать по истечении этого периода богу и понадобится уже не Путин а Распутин дабы все распутать и расставить по своим местам продолжение этой темы я распишу в конце статьи а сейчас перейдем к предсказаниям отрока Вячеслава продолжение к теме от автора сайта сейчас идет очень много толков об этих событиях но больше всего люди задаются вопросом когда вот только если человек ориентируется под ним лишь пророчеством то никогда ничего не узнает и не познает поэтому изучать нужно не пророчество а закон времени так как мудрее всего время ибо оно раскрывает все высказывание Фалеса пришествие царя это кремлевское событие а так как мы входим в патриархальную систему 2000 лет как и до этого мы были на переходном периоде в патриархальную систему такие же 2000 лет то кремлевское событие есть мужское событие а значит начало и конец чего-либо проверка прошлого и планирование будущего может произойти на мужской вершине календаря времени а это 2023-2024 годы с учетом того что по закону Бога Отца окончательное планирование будущего выпадает на промежуток 1 ноября 21 декабря 2024 года то именно в этом промежутке самое время произойти ключевым событием которые далее начнут раскручиваться в полную силу с 2025 года то есть Серафим Саровский должен выйти на пик своего влияния в России а русский царь в это время должен приступить к более активным действиям только не нужно думать что он сразу в Кремль войдет ведь это прежде всего духовная личность от чего и деятельность его будет двигаться в духовном русле и нужно учитывать что мировой преступный супер клан и внутренние враги не захотят так просто сдаваться поэтому чтобы стать сильной фигурой необходимо еще 4-5 лет 2025 и 2029 годы где 2029 год это большой итог для всех нас по аналогии женская вершина это та которая со смещением от мужской на 6 лет 2018 год 2030 и так далее поэтому на этой вершине мы должны увидеть начало грандиозного женского события что мы увидели в 2018 году раскол развал церкви а при чем тут церковь и женщина а при том церковь это женская водщина о чем и говорит высказывание Каприана Карфагенского кому церковь не мать тому Бог не отец вот если церковь называет себя матерью и при этом патриархатом или папством то сразу же возникает некоторое противоречие когнитивный диссонанс можно ли быть одновременно и матерью и патриархатом папством думаю нельзя поэтому Иисус и сказал что разрушит храм все рукотворенные во второе свое пришествие что он и начал делать на женской вершине в конце 2018 года окончательное планирование будущего что и говорит о том что с этого момента церковь начинает приходить во владение женщин первые результаты мы сможем увидеть на следующей женской вершине в 2030 году а финал еще через 12 лет 2041 42 года помимо этого если во времени есть женские и мужские циклы то и подтолкнуть всех нас к золотому веку должны не только лидеры мужчины но и лидеры женщины поэтому в 2018 году на женской вершине для русского царя должна начать создавать фундамент женщина информация о новых духовных лидерах есть не только у христиан но и у мусульман по исламу явятся две личности пророк Ильса и имам Махди христиане например ожидают Илью и Енах православные ко всему этому ждут царя и воскрешнувшего Серафима Саровского то есть мусульмане ждут двоих а православные христиане четверых христиане своих героев считают личностями мирового масштаба мусульмане тоже получается что уже целых шесть личностей которые будут делать одно дело мусульмане думают что это их лидеры наведут порядок во всем мире христиане возлагают такие надежды именно на своих Илья и Енах по их мнению обречат антихриста а царь будет с ними воевать а Серафим Саровский воскреснет и будет проповедовать обличать а потом на радость всем укажет на царя а мусульмане говорят что их Махди с Исой уничтожит Даджаля который по описаниям напоминает антихриста и все это при том что иудеи ожидают Машеаха который станет их царем и установит власть евреев на всей земле Мда свихнуться можно от такой путаницы маразм какой-то используя принцип разделяя и властвуй из людей пытаются сделать дебилов на самом деле все гораздо проще ожидаемой личности будут действительно мирового масштаба но никто из них не будет ни мусульманином ни христианином все потому что придут они под знаком нового учения которое является подлинным духовным учением Христа которое веками пылится в запасниках Ватикана так как должно служить всем народам мира а не Ватикану подлинное учение Христа чего нет ни у кого является той универсальной концепцией которая придет на смену всем духовным учениям мира и с сегодняшним христианством ничего общего практически не имеет так как все предсказания говорят о возрождении мира именно через Россию то в России и должны произойти появление многих персон если уйти от принципа разделея и властвуй то первое Серафим Саровский равно Илья второе русский царь равно Енах если два трона и должно быть два лидия четыре духовный трон он на самом деле еще и судейский законодательнее то есть Серафим Саровский проповедовать а еще и становить законодательнее что насчет антихриста здесь все сложнее антихристом церковь назовет всякого кто пойдет против ее порядков и ложных догматов даже если это будет Серафим Саровский или грядущий царь на самом деле тот антихрист о котором говорят многие предсказания он будет но он не совсем антихрист он можно сказать прямое предложение Владимира Путина реально на роль антихриста в данное время больше всего подходит Папа Франциск и ему подобные личности мирового масштаба фундамент фундамент для всего закладывает Владимир Путин на что по закону времени отводится полный суточный цикл 24 года 2000 2023 причем нулевой цикл который Бог отдал нулевым личностям которые не смогут пройти крещением Духом Святым поэтому тянут народы не вперед к Богу Отцу а назад к Бога Матери поэтому являются условно отрицательными личностями но нужными так как Богу для начала нужно отделить овец от козлов или зерна от плевел уважаемые зрители на этом все если вы пройдете по ссылке под видео в описании на эту статью то дальше увидите эти статьи еще предсказания отрока Вячеслава спасибо всем кто слушал надеюсь многие понимают что смысл пророчеств он бывает закрытый и многомерным или зашифрованным поэтому не спешите судить о том что написано для тех кто хочет получить много интересной информации о своей жизни от профессионального астролога информации можно увидеть на экране вы можете узнать многое о том что влияет на вашу жизнь какие влияния от каких звезд происходят а также узнать как найти пути создания своей жизни достатка изобилия и богатства на чем в данное время и специализируется данный астролог ссылка вы найдете в описании видео ну а на этом все наш выпуск заканчивается пишите свои комментарии если вам понравился материал ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был Александр Рассветный канал заметки странника до следующего видео до следующего Продолжение следует...